Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я Юрий Гусаков, и это проект Досадные не мелочи. Каждый из нас желает жить в достатке, наслаждаться уютом и комфортом городского пространства. К сожалению, не все разделяют прописные истины человеческого общежития и правила поведения. Еженедельно в эфире телеканала Белгород 24 мы смотрим зеркало халатности и скудоумия. Каждый вторник подводим итоги предыдущей недели, в течение которой размещаем фотографии в нашей рубрике на портале Белновости. Сегодня, уважаемые телезрители, мы покажем фото нескольких улиц. Именно эти уголки нашего города вызывают у нас тревогу и недоумение. Но перед лицом факта все мы равны. Так давайте же посмотрим, где в областном центре отрицают привычные нам правила содержания придомовых территорий и улиц. Итак, наша первая остановка на улице Радищева. Это короткий тупик в районе улицы Серафимовича. Рядом с каждым двором здесь можно обнаружить автохлам или строительные материалы, горы брошенного чернозема и строительного песка. Правду говорят, что дурной пример заразителен. Глядя на соседей, жильцы домов не спешат привести в порядок территории рядом со своими домовладениями. Неподалеку отсюда есть, к сожалению, еще примеры глупостей и скудоумия. Запущенный собственными жителями Пятый Волчанский переулок ужасает взгляд стороннего наблюдателя. Погасившийся забор, горы растительного и строительного мусора, сорная трава выше пояса. Разве в таком месте могут жить настоящие белгородцы? Ничего, кроме справедливого возмущения, такой вид вызвать не может. Двор между домами 42А, Б и Д по улице Губкина оборудован детской площадкой. И хотя дети здесь не частые гости, площадку активно используют местные жители для распития пива, курения сигарет и праздного пустого времяпрепровождения. Понятно, что убрать за собой им очень тяжело. Следы их пребывания красноречиво свидетельствуют как минимум о потере контроля над собой. А это улица Челюскинцев. Несмотря на то, что пейзаж с частными подворьями сменился многоквартирными домами, зерна халатности, хамства и вопиющей беспечности растут буйным цветом и продолжают мозолить глаза неравнодушным прохожим. Уважаемые телезрители, фиксируйте нарушения и передавайте их в административную комиссию. Присылайте к нам. Не будьте равнодушными. Если вы стали свидетелем того, как граждане или организации поступают по-хамски, фотографируйте или снимайте на видео, присылайте к нам в редакцию. Я Юрий Гусаков, прощаюсь с вами до следующего вторника. Жду ваших писем. Адрес на экране. И в заключении приведу для вас народную мудрость. Глядя на чужие поруки, умный человек избавляется от своих. Присоединяйтесь! Я Белгородец, потому что мы предлагаем вместе написать кодекс настоящего белгородца. За что мы любим Белгород? К чему стремимся? О чем мечтаем? Что считаем неприемлемым для себя? Скажите свое слово в создании кодекса настоящего белгородца. Адрес интерактивного проекта www.rubelgorod.ru Высказывайте свое мнение. Обоснуйте, какие черты жителя Белгорода вы считаете наиболее важными и значимыми. Чем больше людей вложат частичку души, сердца, свои мысли и раздумья в новый проект, тем многограннее получится результат. Только так мы сможем наиболее полно и всеобъемлюще отразить образ Белгорода и его жителей. Мы сделаем это вместе! Я мечтаю тренировать детей и в будущем открыть свой клуб. Я выбрала бальные танцы, потому что это массовый вид спорта и очень красивый и женственный для девушки. На бальные танцы меня отдали родители и я до сих пор не жалею об этом. Как ни странно, я люблю школу. Мне нравится физика, русский. И больше на все остальное времени вообще нет. Турнир в Воронеже, кубок ЦФО, первое место. Мы были очень рады. Очень много первых мест, призовые места. Я занимаюсь в клубе Нюанс, самый лучший клуб в городе. Мы тренируемся каждый день и соревнуемся три раза. У нас есть три турнира в месяц. Ездим по разным городам России. Когда я узнала, что получаю стипендию мэра, была гордость. Возможно, даже инициатива продвигаться дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова